Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта EG70.ru. Если вам хорошо меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате справа. Всем спасибо. Меня зовут Александр Владимирович, фамилия моя Арбит. Я являюсь доцентом Томского государственного педагогического университета. Также являюсь сотрудником Томского центра дополнительного физико-математического образования, ПРИТА ГПУ. Сегодня мы проводим 15 занятие в рамках курса, состоящего из 20 занятий, посвященных подготовке к EG по математике. На этих занятиях мы разбираем решение задач части С, это задачи повышенного уровня сложности. И сегодня мы продолжаем тему, которую начали два занятия назад. Это решение планиметрических задач С4. На прошлых занятиях мы с вами решали планиметрические задачи, связанные с окружностями. Сегодня мы продолжим эту тему и порешаем также задачи, связанные с треугольниками, с элементами, различными элементами треугольников, с нахождением площадей и так далее. Итак, рассмотрим, давайте, следующую задачу. Нам дан прямоугольник ABCD с центром в точке О. Его диагональ AC образуется стороной AB угол в 30 градусов. Точка E лежит вне прямоугольника, причем угол BEC равен 120 градусам. И первое. Нужно доказать, что угол CBE равен углу COE. Вот у вас над чатом есть надпись «Показать файлы к занятию». Если вы на нее кликните, то вы увидите несколько файлов. И в частности там есть файл «Планиметрия 3» латинскими буквами. Если вы этот файл скачаете, у вас будут все задачи, которые мы с вами сегодня на занятии будем разбирать. Так что, если вы не успели переписать условия задачи, вы можете либо сделать скриншот с экрана и сохранить, либо вы можете скачать файл с задачами и следить по этому файлу. Там есть все условия задач, которые мы с вами будем разбирать. Все построения геометрические мы с вами будем выполнять в программе «Математический конструктор». Итак, давайте возьмем прямоугольник ABCD. Вот вы его сейчас можете видеть у себя на экране. Нам надо доказать, так известно, что угол CAB – это угол между диагональю AC и стороной AB равен 30 градусам. Вы можете все этот угол на картинке увидеть 30 градусов. Дальше взяли точку E, которая лежит вне этого прямоугольника. И причем угол BEC равен 120 градусам. И нужно доказать равенство тех углов, которые отмечены на чертеже желтым цветом. Это углы CBE и угол COE. Давайте для начала заметим, что угол CUB равен 60 градусам. В прямоугольнике ABCD диагонали AC и BD точкой пересечения делятся пополам. Таким образом, треугольник AOB является равнобедренным, и значит, у него углы при основании равны. Поскольку угол OAB равен 30 градусам, то угол OBA также равен 30 градусам. Следовательно, угол AOB равен 180 градусов, минус 30 и минус 30. То есть, он равен 120 градусам. Давайте отметим это на чертеже. Итак, угол AOB равен 120 градусам. Тогда смежный с ним угол BOC равен 180 градусов, минус 120. То есть, равен 60 градусам. Давайте это также отметим на нашем чертеже. Теперь давайте рассмотрим четырехугольник BECO. Давайте выделим этот четырехугольник. Выделим его желтым цветом. Итак, рассмотрим этот четырехугольник. Нам по условию сказано, что угол BEC равен 120 градусам. А мы только что нашли, что угол BOC равен 60 градусам. Получаем, что в этом четырехугольнике сумма двух противолежащих углов равна 60 градусов плюс 120 равна 180 градусам. А у нас есть такой признак вписанного четырехугольника. Четырехугольник является вписанным в окружность тогда и только тогда, когда сумма двух его противолежащих углов равна 180 градусам. Итак, из этого утверждения мы делаем вывод, что четырехугольник BECO, тот четырехугольник, который мы выделили желтым цветом, является вписанным в окружность. То есть четыре точки BECO лежат на одной окружности. Давайте проведем эту окружность. Итак, вот вы можете видеть у себя на экране зеленая окружность, в которую вписан желтый четырехугольник. Теперь вспомним такой факт, касающийся вписанных углов в окружности. Вписанные углы, которые опираются на одну и ту же дугу, равны. Теперь посмотрим на углы CBE. Угол CBE, он у нас отмечен желтой дугой. Здесь можно заметить отмеченный угол CBE и угол COE. Два отмеченных угла на чертеже. Они оба являются вписанными в окружность и оба опираются на одну и ту же дугу. На дугу CE. Значит, по этому утверждению они являются равными. Вписанные углы в окружности, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны. Итак, отсюда делаем вывод, что угол CBE равен углу COE. Таким образом, на первый вопрос задачи, на вопрос пункта А мы ответили. Мы доказали, что два угла у нас равны. В чате задают вопрос, как мы нашли, что угол BOC равен 60 градусам. Значит, еще раз. Нам по условию было дано, что угол CAB 30 градусов. Треугольник AOB является равнобедренным. Значит, в нем угол OBA такой же, как угол OAB. То есть, тоже равен 30 градусам. Тогда угол AOB, это третий угол в треугольнике, он равен 180 градусам минус сумма двух остальных углов. То есть, 180 градусов минус 60. Это 120 градусов. Угол COB является смежным с тем углом, который мы только что нашли, который равен 120 градусам. Значит, он равен 180 градусов минус 120, то есть 60. Итак, теперь давайте ответим на второй вопрос задачи, который под буквой B. Итак, мы продолжили прямую OE. Она пересекла сторону AD нашего прямоугольника в точке K. Вот мы можем увидеть это на чертеже. ОЕ мы продолжили. Точка K это пересечение этой прямой с AD. Дальше известно, что BE равно 40. Вот здесь вот на чертеже мы отметили. Это красный отрезок BE равен 40. И CE равняется 24. Это тоже красный выделенный отрезок. А нам нужно найти длину отрезка EK. Итак, значит, вдобавок к тому условию, которое нам было дано, что угол CAB равен 30 градусам, добавились еще два условия. То, что CE 24, BE это 40. И нужно найти длину отрезка EK. Итак, давайте сделаем для начала такое замечание. Заметим, что... Для начала рассмотрим треугольник BCE. Выделим этот треугольник. И заметим, что ME является бисектрисой этого треугольника. Давайте я параллельно буду записывать те утверждения, которые мы будем делать. Итак, ME является бисектрисой треугольника BEC. Чтобы это доказать, давайте рассмотрим те углы, на которые прямая ME делит угол CEB. Рассмотрим угол CEO. Рассмотрим угол CEO. Давайте этот угол выделим на чертеже. Давайте выделим его зеленым цветом. Итак, угол CEO является вписанным углом в зеленую окружность. И этот угол опирается на ту же самую дугу, что и угол CEBO. Давайте также выделим этот угол. Значит, эти два угла равны. Также выделим этот угол зеленым цветом. Теперь заметим, что в треугольнике BOC, который является равнобедренным, один из углов равен 60 градусам. Значит, в этом треугольнике два оставшихся угла тоже по 60 градусов. Давайте для начала заметим, что треугольник BOC является равносторонним. В нем все углы по 60 градусов. Следовательно, угол OBC равен углу CEO и равен 60 градусов. Эти два угла опираются на одну и ту же дугу, на дугу OC. Итак, запишем угол CEO равен углу CBO, равен 60 градусов. Так как треугольник BOC равносторонний. Теперь рассмотрим угол OEB. Угол OEB опирается на дугу OB. И на эту же самую дугу опирается угол OCB. Значит, эти два угла равны. Но угол OCB это также угол равностороннего треугольника, который равен 60 градусам. Итак, давайте выделим те углы, про которые мы знаем, что они по 60 градусов. Таким образом, мы получаем, что угол CEO равен углу BEO. Следовательно, угол CEO равен углу BEO. Таким образом, мы показали, что прямая EM делит угол CEB пополам, то есть является биссектрисой. Следовательно, EM это действительно биссектриса. Биссектриса угла, биссектриса треугольника B и C. Так, теперь, смотрите, мы знаем две стороны в этом треугольнике, в треугольнике B и C. И знаем угол, биссектрису которого мы рассматриваем. Тогда мы сможем найти длину этой биссектрисы ME. Для этого мы используем следующую формулу. Итак, имеют место следующее утверждение. Пусть у нас имеется треугольник, и в нем, в этом треугольнике провели биссектрису. Давайте обозначим вершины этого треугольника ABC, а биссектрису, которую провели, обозначим как CC1. Эта биссектриса делит угол ACB пополам. Давайте обозначим стороны этого треугольника, которые прилегают к углу, в котором мы провели биссектрису, буквами А маленькая и В маленькая. А саму биссектрису CC1 обозначим буквой L. Тот угол, который биссектриса делит пополам, обозначим буквой Φ. Угол ACB обозначим буквой Φ. Тогда имеет место следующая формула. Биссектриса L равна 2AB умножить на косинус Φ деленное на 2 и деленное на А плюс В. Давайте эту формулу запомним. И мы сейчас ее будем использовать для нахождения биссектрисы этого треугольника. Итак, в нашем случае А равняется 24. Это один из красных отрезков, которые у нас на чертеже отмечены. Дальше, B равняется 40. Дальше, угол Φ, который образуют эти стороны А и В, он равен 120 градусам. Значит, Φ пополам это 60 градусов. И теперь мы можем использовать эту формулу для нахождения биссектрисы. Получаем, что ЕМ равняется 2 умноженное на 24 умноженное на 40 умноженное на косинус 60 градусов. Косинус 60 градусов это 1 вторая и поделить все на сумму А плюс В, то есть на сумму 24 плюс 40. Итак, давайте посчитаем. 2 и 1 вторая сократятся. В знаменателе мы получаем 24 плюс 40 это 64. 64 это 8 умноженное на 8. И мы можем сократить каждую из этих восьмерок с множителем в числителе. 24 и 8 мы сокращаем. В знаменателе остается единица в числителе 3. 40 и 8 мы также сокращаем. И у нас остается в числителе 5. Итак, мы с вами получили, что биссектриса ЕМ равняется 15. Так, теперь давайте найдем сторону правильного треугольника ОБЦ. Рассмотрим треугольник ОБЦ. И найдем в нем все стороны равны, поэтому если мы найдем одну из них, то мы найдем все остальные. Итак, чтобы найти длину стороны ВЦ, ВЦ у нас является стороной также синего отмеченного треугольника ВЦЕ. Мы можем найти эту сторону, используя теорему косинусов. Итак, записываем теорему косинусов для синего треугольника. По этой теореме ВЦ в квадрате равняется ВЦ в квадрате плюс ЦЕ в квадрате минус 2ВЦ умноженное на ЦЕ и умноженное на косинус угла ВЦ. Теперь давайте подставим в эту формулу все, что нам известно. ВЦ это 40, получаем 40 в квадрате, плюс ЦЕ это 24, плюс 24 в квадрате, минус удвоенное произведение, минус удвоенное произведение 40 умножить на 24 и умножить на косинус 120 градусов. Косинус 120 градусов это минус 1 вторая, умножаем на минус 1 вторую. Получаем 40 в квадрате, это 1600. Далее 24 в квадрате, это 576. Дальше минус на минус дает плюс, значит плюс 2 и 1 вторая сокращаются, плюс 40 умноженное на 24. Это получается 960. Так, ну давайте быстренько посчитаем. 1600 плюс 576 и плюс 960. Получаем 3136. Если мы извлечем корень, то это будет 56, то есть это 56 в квадрате. Отсюда получаем, что ВЦ равно 56. Итак, это мы с вами нашли сторону треугольника ОВЦ, сторону равностороннего треугольника ОВЦ. Напоминаю, что мы хотим найти длину отрезка КЕ. Длину этого отрезка КЕ мы будем считать следующим образом. Легко заметить, что отрезки КО и ОМ будут равны между собой. Для того, чтобы это заметить, надо рассмотреть два равных треугольника ОКА и ОМЦ. Эти треугольники действительно будут равны по стороне и двум прилежащим к ней углам. Поэтому ОК равняется ОМ. Тогда длину отрезка КЕ мы найдем как сумму отрезка КО плюс ОМ и еще плюс МЕ. КО и ОМ равны между собой. То есть мы можем написать, что это 2 умноженное на ОМ и плюс еще длина отрезка МЕ. МЕ мы с вами нашли. Это бисектриса синего треугольника. Мы с вами выше ее посчитали. Она равна 15. Нам осталось найти длину отрезка ОМ. Теперь, чтобы найти ОМ, нам надо... Давайте выделим треугольник ОЦМ. Давайте выделим его оранжевым цветом. Итак, в этом треугольнике нам нужно знать две стороны и угол между ними. Нам надо знать сторону ОЦ, сторону СМ и угол между ними. Это угол ОЦМ. Тогда, используя теорему косинусов, мы сможем найти длину стороны ОМ. Теперь, что нам известно в этом треугольнике? ОЦ мы нашли. Это сторона правильного треугольника. Она равна 56. Дальше угол ОЦМ равен 60 градусам. Значит, нам осталось найти длину отрезка СМ. Чтобы найти длину отрезка СМ, нам необходимо использовать следующее свойство бисектрисы. Давайте запишем это утверждение. Итак, пусть у нас имеется произвольный треугольник, в котором проведена бисектриса. Давайте отметим вершины этого треугольника. Стороны этого треугольника мы будем обозначать маленькими буквами А и В. Основание бисектрисы обозначим С1. Итак, известно, что основание бисектрисы делит сторону, в которой эта бисектриса проведена, на отрезки, пропорциональные сторонам этого треугольника. То есть АС1 относится к С1Б точно так же, как АС относится к ВС. Это значит, что существует такой коэффициент пропорциональности, назовем его Т, что длина отрезка АС1 равняется БТ, а длина отрезка БС1 равна АТ. Итак, теперь давайте применим это утверждение к треугольнику, который у нас отмечен синим на чертеже. Так, в чате задали вопрос, почему угол ОМС 60 градусов. На самом деле у нас не угол ОМС, а угол ОЦМ равен 60 градусов. Мы уже об этом говорили, мы доказали, что треугольник ОБС равносторонний. Треугольник ОБС. Потому что один угол мы в нем нашли, угол СОБ, он равен 60 градусам. Кроме того, ОЦ равняется ОБ, так как это половина диагоналей прямоугольного параллепипеда, значит этот треугольник еще и равнобедренный. А если в равнобедренном треугольнике один из углов равен 60 градусам, значит и все остальные углы равны 60 градусам, значит он равносторонний. Итак, то утверждение, о котором мы только что сказали, давайте мы применим к синему треугольнику. Мы выяснили, что в нем ЕМ является бисектрисой, значит для этого отрезка выполняется свойство бисектрисы. То есть, СМ относится к БМ точно так же, как отрезок СЕ относится к отрезку БЕ. А СЕ и БЕ это 24 и 40. То есть, отношение будет равно 24 к 40. Или это то же самое, если мы на 8 сократим числа 24 и 40, получим 3 к 5. Это значит, что существует такое число Т, что длина отрезка СМ равна 3Т, а длина отрезка БМ равна 5Т. Теперь, чтобы найти вот этот отрезок Т, мы, вернее, длину, чему равняется число Т, мы сложим вот эти два отрезка, СМ плюс БМ, в сумме у нас получится 8Т, и это длина отрезка БС. Так, а отрезок БС, мы с вами выше нашли, БС равно 56. Итак, получаем, что 8Т равно 56. Значит, Т равняется 56, деленное на 8, равняется 7. И значит, длина отрезка СМ равна 3Т, то есть 3 умноженное на 7, получаем 21. В чате задали вопрос, не можем ли мы найти ОМ, используя ту же формулу, что и при поиске МЕ. Так, в принципе, да, мы могли бы найти вот этот вот отрезок. Нет, секундочку, нет. Смотрите, вот ту формулу, которую мы использовали при поиске отрезка МЕ, мы использовали потому, что МЕ является бисектрисой. МЕ является бисектрисой треугольника СЕБ. Поэтому мы использовали формулу для нахождения бисектрисы, когда находили МЕ. А отрезок ОМ, он не является бисектрисой треугольника БОЦ. Потому что он не делит угол БОЦ пополам. Поэтому для нахождения этого отрезка та формула, которую мы использовали, она неприменима. Поэтому для этого нам нужно сделать несколько вспомогательных, найти несколько вспомогательных отрезков. Так вот, мы нашли только что длину отрезка ЦМ. В принципе, можно сейчас отметить это на чертеже, то, что мы нашли. Чтобы это было у нас перед глазами. Итак, это мы нашли длину отрезка ЦМ 21. Дальше, длину отрезка ОЦ. ОЦ это то же самое, что БЦ. Это равно 56. Теперь мы можем, используя теорему косинусов, применительно к треугольнику ОМЦ, найти длину отрезка ОМ. Итак, по теореме косинусов, давайте запишем ее в формулировку. ОМ в квадрате равняется ОЦ в квадрате плюс МЦ в квадрате минус 2ОЦ умноженное на МЦ и умножить на косинус угла ОЦМ. Теперь подставляем в эту формулу все, что нам известно. ОЦ это 56, пишем 56 в квадрате, плюс МЦ, мы нашли это 21, плюс 21 в квадрате, минус 2 умноженное на 56 умноженное на 21 и умноженное на косинус 60 градусов, то есть на 1 вторую. Равняется двойку и 1 вторую мы можем сократить. Ну и теперь давайте вычислим значение этого выражения на калькуляторе. 56 мы возводим в квадрат, плюс 21 в квадрате, минус 56 умноженное на 21. Получаем число 2401, а это 49 в квадрате. Итак, равно 2401, это 49 в квадрате. То есть ОМ равняется 49. Ну а теперь нам в задаче надо было найти длину отрезка КАЕ. КАЕ мы находим его как 2 умноженное на длину отрезка ОМ, плюс длина отрезка МЕ. ОМ это 49, умножаем 2 на 49 и плюс длину отрезка МЕ мы с вами раньше нашли, это бисектриса треугольника БЦЕ. И она равна 15. Получаем 98 и плюс 15 равняется 113. Итак, мы получили ответ на вопрос второго пункта задачи, на вопрос пункта Б. Таким образом, задача решена. Если есть у кого-нибудь вопросы по решению, вы можете задать их в чате. Я готов на них ответить. В чате спрашивают, можно ли найти длину отрезка ОМ через подобие треугольников ОМЦ и БЕМ. Ну точнее, наверное, все-таки БМЕ. Так, ну смотрите. В принципе, наверное, можно было найти из подобия. То есть, вот эти два треугольника, о которых говорится, они действительно подобны, потому что у них два угла равны, как вертикальные. И еще два угла равны, это те углы, для которых мы доказывали равенство в пункте А. Треугольники у нас подобные. И значит, отношение ОМ к МБ равняется отношению 56 к 40. То есть, если бы мы БМ нашли, ну а отрезок БМ, это мы с вами записывали ниже. Вот, где-то вот здесь, БМ мы записывали, что это равняется 5Т, а Т равно 7. То есть, БМ равно 35. БМ равно 35. И мы могли найти ОМ из пропорции. ОМ относится к МБ, как ОЦ относится к БЕ. То есть, ОМ относится к МБ, это у нас 35. И равняется это отношение 56 к БЕ, то есть к 40. Вот из этой пропорции, из этой пропорции мы можем найти ОМ. 56 умноженное на 35 и деленное на 40. Так, вопрос задали в чате, откуда я взял эту задачу. Есть такой хороший сайт решуегэ.ру. Вот, на этом сайте собрана база задач. Это те задачи, которые были на реальных ЕГЭ, плюс те задачи, которые были на различных тренировочных ЕГЭ, в диагностических работах и так далее. Вот с этого сайта я беру задачу, и в том числе эта задача тоже из этой же базы. Так, еще в чате задали вопрос, можно ли ОМ найти через теорему Пифагора. Так, ну, дело в том, что ОМ не является стороной прямоугольного треугольника, поэтому теорема Пифагора никак нам не поможет здесь. Так, еще задали вопрос, как мы нашли длину отрезка МС. Давайте я повторю еще раз. У нас есть следующее свойство бисектрисы. Вот, как раз справа от чертежа, вот, вы сейчас можете увидеть треугольник, на нем это свойство сформулировано. Значит, бисектриса делит, основание бисектрисы делит сторону треугольника на отрезки, которые пропорциональны боковым сторонам треугольника, соответствующим сторонам. Вот, поэтому мы можем записать, что АС1 относится к АС, точно так же, вернее так, АС1 относится к БС1, точно так же, как АС относится к БС. Вот, у нас стороны синего треугольника относятся к 24 к 40, и точно так же будут относиться отрезки ЦМ и БМ. А суммарную длину отрезков этих двух отрезков мы знаем, это 56. Поэтому длину одного отрезка ЦМ мы можем обозначить как 3Т, длину второго отрезка БМ мы можем обозначить как 5Т. Сумма длины этих отрезков равна 8Т, и это равняется длине отрезка БС, 56. Отсюда мы нашли Т, это 7, потом подставили вместо Т в формулу ЦМ равно 3Т, 7, у нас получилось, что ЦМ равно 21. Еще задали вопрос, можно ли найти МС через теорему косинусов. Можно было найти через теорему косинусов, если рассмотреть треугольник ЦЕМ. В этом треугольнике нам известны ЦЕ и МЕ, и угол между ними 60 градусов, так что можно было и таким способом тоже найти. Так, еще задали вопрос, как найти длину бисектрисы. Длину бисектрисы мы находим по формуле. Вот она сейчас у вас перед глазами будет. L равняется 2AB умножить на косинус φ пополам, деленное на А плюс Б. Здесь А и Б это стороны, две другие стороны треугольника, то есть кроме той, к которой проведена бисектрис АЛ. Вот φ это угол между этими сторонами. Вот эту формулу легко вывести, если использовать формулу для площади вот этих двух маленьких треугольников, на которые бисектриса разбивает треугольник АВЦ. Так, в чате еще раз задали вопрос, можно ли найти по Пифагору из треугольника ОМЦ. Так, я еще раз повторю, что треугольник ОМЦ не является прямоугольным. В нем нет прямого угла, поэтому теорема Пифагора неприменима к этому треугольнику. Так, я вроде бы на все вопросы ответил. Вопросов, я так понимаю, больше нет. Давайте мы тогда продолжим. Возьмем следующую задачу. Задача, которую мы только что решали, она действительно была непростая. Обычно такой сложности задачи в ЕГЭ не встречается, но, тем не менее, для тренировки такую задачу решить полезно. Итак, следующая задача. Нам дан треугольник АВЦ. В нем проведены три медианы. АА1, БВ1, ЦЦ1. И они пересекаются в точке М. Дальше взяли середины отрезков МА, МВ и МЦ. Обозначили их А2, Б2, Ц2. Нужно доказать, что площадь шестиугольника А1, Б2, Ц1, А2, Б1, Ц2 вдвое меньше площади треугольника АВЦ. Так, ну и второе. Там надо найти сумму квадратов сторон этого шестиугольника. Еще раз повторю, что тексты всех задач есть в файле, который вы можете найти по ссылке над чатом. Там есть надпись «Показать файлы к занятию». Если вы кликните по этой ссылке, вы сможете скачать этот файл планиметрия 3. Итак, давайте построим чертеж к этой задаче. Так, нам дан треугольник АВЦ. В нем мы провели медианы. Это АА1, ББ1, ЦЦ1. То есть точки АА1, ББ1, ЦЦ1 – это середины соответствующих сторон треугольника. Так, теперь... Эти медианы пересекаются в точке М. И мы взяли середины отрезков АМ, БМ и ЦМ. Эти середины мы обозначили как А2, Б2 и Ц2. Теперь нам надо доказать, что площадь шестиугольника, который вы видите на экранах, это красный шестиугольник, что площадь этого шестиугольника вдвое меньше площади треугольника АВЦ. Итак, давайте начнем решать эту задачу. Итак, первое, что мы заметим, мы вспомним свойства медианы треугольника. Пусть дан произвольный треугольник. В нем провели медиану. Эта медиана будет делить его на два равновеликих треугольника. Итак, площадь треугольника АВВ1 будет равна площади треугольника СВВ1. И это равняется половине площади треугольника АВЦ. В половине площади треугольника АВЦ. Ну, откуда это следует? Это несложно понять. У треугольников АВВ1 и ЦВВ1 равны основание АВ1 равно ЦВ1. И общая высота, проведенная из общей вершины В. Итак, исходя из этого, мы можем сделать следующие выводы. Давайте рассмотрим сначала треугольник БА1М. Рассмотрим треугольник БА1М. В этом треугольнике А1Б2 является медианой. Поскольку сказано, что Б2 – это середина отрезка БМ. Медиана делит этот треугольник на два равновеликих треугольника. То есть на два треугольника с равными площадями. Давайте будем отмечать треугольники с равными площадями одинаковыми цветами. Будем закрашивать области с одинаковой площадью одним и тем же цветом. Итак, мы можем утверждать, что площади треугольников БА1Б2 и МА1Б2 равны. Потому что А1Б2 – это медиана синего треугольника. Теперь рассмотрим следующий треугольник. Треугольник МА1С. Давайте выделим его другим цветом. Выделим его, например, зеленым цветом. В этом зеленом треугольнике отрезок А1С2 также является медианой. Поскольку по условию сказано, что С2 – это середина стороны, середина отрезка СМ. И эта медиана делит его на два равновеликих треугольника. То есть площади треугольников МА1С2 и СА1С2 совпадают. Ну и аналогично можем продолжить. Следующий треугольник рассматриваем МСБ1. Также давайте выделим его таким-нибудь цветом, ну, например, желтым. В этом треугольнике Б1С2 также является медианой. И она делит его на два равновеликих треугольника. Б1МС2 и Б1СС2. Следующий треугольник АМБ1. Выделим его тоже, например, оранжевым цветом. В этом треугольнике Б1А2 является медианой. И эта медиана делит его также на два равновеликих треугольника. Так, и последнее. Так, еще пока не последнее. Давайте выделим этот треугольник, ну, например, розовым цветом. Вот, и остался у нас белый треугольник. Значит, в розовом треугольнике С1А2 также является медианой. Делит его на два равновеликих треугольника. И в белом треугольнике БС1МС1Б2 также является медианой. Делит его на два равновеликих треугольника. Так, ну, а теперь давайте запишем следующее равенство. Запишем следующее равенство. Итак, площадь треугольника МА1Б2. Так, площадь треугольника МА1Б2 будет равна половине от площади всего синего треугольника. То есть половина площади треугольника БМА1. Так, теперь берем следующий треугольник МА1С2. Так, здесь вот тоже надо единичку поставить. Индекс у точки А. МА1С2. Значит, площадь треугольника МА1С2 равняется половине от площади зеленого треугольника. Одна вторая от площади треугольника СМА1. Дальше. Площадь треугольника МВ1С2. Аналогично равняется половине от площади желтого треугольника. Площади треугольника СМВ1. Далее. Площадь треугольника МВ1А2. Это половина от площади оранжевого треугольника. Треугольника АМВ1. Дальше. Площадь треугольника МВ1С1А2 равняется половине от площади розового треугольника АМВ1. Так, и последнее равенство, которое нам нужно, это площадь треугольника МС1В2. Это половина от площади треугольника белого треугольника БМС1. Так, вот мы получили с вами 6 равенств. А теперь давайте мы эти 6 равенств сложим. Посмотрим, что у нас останется в левой части равенства. В левой части равенства, которая получится при сложении этих 6 равенств, получится сумма площадей 6 треугольников, из которых состоит наш шестиугольник. Шестиугольник А1В2, С1А2, Б1С2. Итак, если мы сложим площади составных частей этого шестиугольника, если мы сложим площади составных частей, то у нас получится площадь всего шестиугольника. Получим площадь шестиугольника А1В2, С1А2, Б1С2. Так, а теперь посмотрим, что получится в правой части равенства. В правой части равенства у нас будет шесть слагаемых. В каждом из этих слагаемых есть общий множитель 1В2. Значит, эту 1В2 можно вынести за скобки. А в скобках будет стоять сумма площадей всех раскрашенных треугольников. Но все раскрашенные треугольники, они являются составными частями исходного треугольника АВС. Поэтому если сложить их площади, то мы получим площадь треугольника АВС. Итак, справа у нас получается 1В2, умноженная на площадь треугольника АВС. Таким образом, мы получили равенство, которое нам и требовалось получить. То есть мы показали, что площадь шестиугольника равняется половине площади исходного треугольника. В чате задают вопрос, до какого числа у нас будут идти занятия. Сегодня у нас 15 занятие. Еще будет 5 занятий. То есть еще следующую неделю. На следующей неделе 2 занятия будет. И еще через неделю 2 занятия. То есть занятие закончится у нас в апреле. В конце апреля. Итак, на первый вопрос мы ответили. На первый вопрос задачи. Теперь вопрос под буквой В. Нужно найти сумму квадратов всех сторон этого шестиугольника. Если нам известны все стороны исходного треугольника. Давайте все вопросы, которые не касаются той задачи, которую мы разбираем, мы будем задавать в конце занятия. Дождитесь тогда конца занятия, и я отвечу на все ваши вопросы. Пока что отвечаю только на вопросы касательно той задачи, которую мы разбираем. Итак. Нам известны все стороны этого треугольника. Они тут подписаны на чертеже. АС это 10. Дальше. АВ это 5. Вот рядом с АВ цифра 5 стоит. И ВС это 8. А нам надо найти сумму квадратов всех сторон этого шестиугольника. Итак. Нам нужно найти следующую сумму. А1В2 в квадрате. А1В2 в квадрате. Плюс В2Ц1 в квадрате. Плюс С1А2 в квадрате. Плюс А2В1 в квадрате. Плюс В1Ц2 в квадрате. И плюс С2А1 в квадрате. Итак. Для начала. Прежде чем находить вот эту сумму. Давайте мы ее обозначим какой-нибудь буквой. Обозначим ее, например, буквой Т. Буква С у нас уже занята. Для обозначения площадь. Обозначим эту сумму буквой Т. Теперь вспомним про следующее свойство медиан. Медианы в треугольнике пересекаются в одной точке. В одной точке этой точкой делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины. Итак. Они делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины. Поэтому. Если мы возьмем одну из сторон нашего шестиугольника. А1В2. Рассмотрим эту сторону. То у нас получится. Что. Во-первых. Эта сторона равна половине отрезка СМ. Давайте рассмотрим треугольник, составленный из синего треугольника и зеленого. Это треугольник ВЦМ. В треугольнике ВЦМ А1 и В2 это середины двух его сторон. Значит А1В2 это средняя линия этого треугольника. Она равна половине основания этого треугольника. То есть половине СМ. Она равна половине СМ. Аналогично, если мы рассмотрим объединение оранжевого и желтого треугольников. То вот в этом треугольнике АМС А2В1 также является средней линией. Значит А2В1 тоже равняется половине от основания. Половине от СМ. То есть эти два отрезка они равны друг другу и равны половине от СМ. Аналогично отрезки А1С2 и А2С1 они тоже равны друг другу и равны половине от ВМ. Так, и у нас еще остались отрезки С1В2 и С2В1. Эти два отрезка тоже равны друг другу. С1В2 и С2В1. Оба этих отрезка будут равны половине от отрезка АМ. Теперь, как уже было сказано, медианы точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины. Поэтому отрезок АМ, он равен 2 третьим от медианы АА1. Итак, давайте запишем, что вот этот вот отрезок АМ равен 2 третьим от медианы АА1. Поэтому, если мы подставим вместо АМ в эти формулы 2 третьих от АА1, то получим, что каждый из отрезков С1В2 и С2В1 равен 1 третьим от медианы АА1. Аналогичным образом, отрезок ВМ, отрезок ВМ, это часть медианы от вершины до точки пересечения, равен 2 третьим от медианы ВВ1. Тогда получаем, что отрезки АА1С2 и АА2С1 равны 1 третьим от медианы ВВ1. И, опять же, аналогично, отрезки АА1В2 и АА2В1 равны 1 третьим от медианы СС1. Поэтому сумма квадратов всех этих отрезков, всех сторон правильного шестиугольника равна следующему. У нас отрезки повторяются парами, то есть среди этих шести отрезков есть три пары равных отрезков. То есть получаем, это будет 2 умноженное на 1 третью в квадрате, поскольку у нас эти отрезки возводятся в квадрат, и умноженное на сумму квадратов медиан. И умноженное на сумму квадратов медиан. То есть АА1 в квадрате плюс ВВ1 в квадрате плюс СС1 в квадрате. В чате задают вопрос, откуда 2 третьих. У нас есть свойство медиан. Медианы в треугольнике пересекаются в одной точке, и точкой пересечения делится в отношении 2 к 1, считая от вершины. Давайте я вам нарисую соответствующую картинку. Делится в отношении 2 к 1, считая от вершины. Вот если мы проведем в этом треугольнике 3 медианы, то если мы подпишем длины этих медиан, если, допустим, вот эти вот отрезки, которые вы видите на чертеже, равны А, В и С, то оставшиеся отрезки равны 2А, 2Б и 2С. Если обозначить на этом чертеже вершины треугольников и середины сторон этого треугольника, то мы можем тогда записать. Так, а точку пересечения мы обозначим буквой М, значит, мы можем записать, что АМ это 2 третьих от медианы АА1, БМ это 2 третьих умножаем на ББ1, и СМ это 2 третьих умножаем на СС1. Вот откуда у нас взялся множитель 2 третьих. В чате задали вопрос, зачем умножаем квадрат найденной стороны еще и на квадраты медиан. Так, ну, видимо, автор вопроса немножко не понял, что нам требуется. Что нам требуется в задаче. В задаче нужно найти сумму квадратов всех сторон правильного шестиугольника. Вот мы выразили стороны этого шестиугольника через медианы. Каждая из сторон равна 1 третьей от соответствующей медианы. Стороны у нас встречаются парами. Все шесть сторон разбиваются на три пары равных сторон. Поэтому, когда мы складываем, берем сумму их квадратов, то у нас получается 2 умножить на 1 третью в квадрате и умножить на сумму квадратов этих медиан. То есть получается вот такая формула. Давайте запишем, что получится после упрощения. Получится 2 девятых умножить на сумму квадратов медиан. Теперь нам нужно, чтобы ответить на вопрос задачи, нам нужно знать формулу, по которой находится медиана треугольника. Так, давайте используем ту картинку, которую мы уже нарисовали. Итак, вот у нас есть треугольник ABC. В нем медиана CC1 находится по формуле 1 вторая корень квадратный из 2 умноженное на AC в квадрате плюс BC в квадрате минус AB в квадрате. Вот это формула для нахождения медианы произвольного треугольника. Так, ну и аналогично мы можем записать и формулы для оставшихся двух медиан. Медиана BB1 равняется 1 вторая умноженная на корень квадратный из 2 умножить на AB в квадрате плюс BC в квадрате, скобка закрывается, минус AC в квадрате. и для третьей медианы. Третья медиана это 1 вторая корень квадратный из 2 умноженное на AC в квадрате плюс AB в квадрате, скобка закрывается, и минус BC в квадрате. Так, а нам, чтобы найти число, которое мы обозначили буквой T, нам надо все эти медианы возвести в квадрат, просуммировать и еще умножить и умножить еще на 2 девятых. Ну, вот эта формула, о которой участник написал в чате, как раз и является следствием вот этих формул. То есть, действительно, сумма квадратов медиан, она в 3 четвертых раза меньше, чем сумма квадратов сторон. То есть, если мы возведем сейчас в квадрат все эти 3 медианы и сложим, то мы получим AA1 в квадрате плюс BB1 в квадрате плюс CC1 в квадрате равняется 1 четвертая умножить на скобку, а в скобке у нас будет сумма 3 подкоренных выражений. У нас здесь записаны 3 выражения с корнем. При возведении в квадрат корни у нас исчезнут и останутся 3 подкоренных выражения. Причем, каждая сторона, возведенная в квадрат, будет присутствовать 2 раза со множителем 2, с коэффициентом 2, и 1 раз с коэффициентом минус 1. То есть, получается, умножить на 3 умножить на AB в квадрате плюс BC в квадрате плюс AC в квадрате. Такое выражение мы получим после упрощения. То есть, получается 3 четвертых умноженное на сумму квадратов всех сторон треугольника. Ну, а теперь вспомним, что нам сказано в условии задачи. Стороны треугольника равны 5, 8 и 10. Подставляем их теперь в полученную формулу. Получаем 3 четвертых умноженное на 5 в квадрате плюс 8 в квадрате плюс 10 в квадрате. Равняется 25 плюс 64 плюс 100. Будет в скобках. Так, то есть, 3 умноженное на 189 и деленное на 4. Так, это у нас сумма квадратов медиан. Ну, и теперь осталось подставить выражение для t. t равняется 2 девятых умножить на сумму квадратов медиан. То есть, умножить на то число, которое мы только что получили. 3 умноженное на 189, деленное на 4. Здесь 2 и 4 можно сократить. В знаменателе останется двойка, в числителе единица. Дальше. 189 при делении на 9 дает нам 21. И 21 умножить на 3, 63. Получаем 63 вторых. Это 31 целая и 5 десятых. Итак, мы с вами получили, чему равняется сумма квадратов сторон шестиугольника. То есть, ответили на второй вопрос задачи. Задача решена. Если есть у кого-то вопросы, можете задать их в чате. Буквы t мы обозначили сумму квадратов всех сторон шестиугольника. Вот в этом месте мы сделали обозначение t. t это сумма квадратов всех шести сторон. Так, ну, пожалуйста, если вопросов больше нет, если с этой задачей всем все понятно, то тогда давайте следующую задачу рассмотрим. Так, вот еще задали в чате несколько вопросов. Так, непонятно то, что мы поставили в конце. Так, ну, еще раз, смотрите. Буквой t мы обозначили сумму квадратов всех сторон. Мы выразили сначала t через сумму квадратов медиан. Как мы это сделали, понятно? То есть, мы получили, что t это 2 девятых умноженное на сумму квадратов медиан. 2 девятых на сумму а1 в квадрате плюс bb1 в квадрате плюс cc1 в квадрате. Потом мы выразили сумму квадратов медиан через сумму квадратов всех сторон треугольника, используя вот те формулы, которые вы видите на экране. Это формула для нахождения медианы треугольника. Вот, эту формулу легко вывести. Ну, сейчас я этого делать не буду, потому что у нас тогда не хватит времени на остальные задачи. Вот, эта формула выводится из известного равенства параллелограмма. Вот, это мы выразили сумму квадратов медиан. Через сумму квадратов сторон. И нашли 3 умноженное на 189 деленное на 4. А потом подставили это в формулу для t, для суммы квадратов всех сторон правильного шестиугольника. Так, еще задали вопрос, как нашли, что а1, b2 это 1 вторая от cm. Так, давайте посмотрим на чертеже. А1, b2, 1 вторая от cm. Я об этом уже говорил. Рассматриваем треугольник bcm. В этом треугольнике а1, b2 является средней линией этого треугольника. Известно, что средняя линия равна половине основания. Основание это cm. Вот мы и получили, что а1, b2 это 1 вторая от cm. Так, все, давайте начнем следующую задачу. Итак, дан параллелограмм. На его диагонали взяли точку отличную от середины. И из нее на все стороны параллелограмма или их продолжение опустили перпендикуляры. И первое, нужно доказать, что четырехугольник, образованный основаниями этих перпендикуляров, является трапецией. Давайте сделаем чертеж. Итак, еще раз, дан параллелограмм ABCD. В нем AC это диагональ. Дальше. На диагонали взяли точку, отличную от ее середины. Эту точку мы обозначили буквой S. Она здесь выделена красным цветом. Точка S на диагонали AC. Теперь из этой точки S провели перпендикуляры к сторонам этого параллелограмма. Перпендикуляр SL к стороне BC, перпендикуляр SM к стороне CD, перпендикуляр SN к стороне AD и перпендикуляр SK к стороне AB. И нужно доказать, что четырехугольник, который образован основаниями этих перпендикуляров, является трапецией. То есть мы соединяем вот эти четыре точки, четыре основания перпендикуляров. И у нас образовался четырехугольник KLMN. Нужно доказать, что этот четырехугольник является трапецией. Так, пожалуйста, в чате ведите себя прилично. Не надо выражаться нецензурно. Если вам по каким-то причинам не нравится то, что мы здесь решаем, то незачем здесь засорять чат. Итак, нам нужно доказать, что четырехугольник, который образован красными отрезками, что этот четырехугольник является трапецией. В трапеции признаком трапеции является следующий. Четырехугольник является трапецией, если две стороны этого четырехугольника параллельны, а две другие не параллельны. Итак, нам достаточно доказать здесь, что KN параллельно LM. Ну и можно доказать, что эти два отрезка, они не равны друг другу, KN и LM. Из этого будет следовать, что данный четырехугольник не является параллелограммом, а значит он является трапецией. Итак, давайте напишем. Докажем, докажем, что KN равняется, KN параллельно LM. Для этого мы давайте рассмотрим здесь две пары треугольников. Первая пара это треугольник SNA и SLC. Давайте выделим эти треугольники цветом. Рассмотрим два синих треугольника. Легко увидеть, что эти треугольники подобны. Действительно, они оба являются прямоугольными, и у них есть пара равных вертикальных углов. Эти треугольники подобны по двум углам. Значит, для них мы можем записать пропорцию. Давайте запишем. Треугольник SLC подобен треугольнику SNA по двум углам. И значит, мы можем написать пропорцию. А именно SL относится к SN точно так же, как SC относится к SA. Как SC относится к SA. Теперь давайте рассмотрим еще одну пару треугольников. это треугольник SMC и треугольник SKA. Выделим эти треугольники зеленым цветом. Эти два треугольника также являются подобными. Они также подобны по двум углам. Они являются прямоугольными и у них есть пара равных вертикальных углов. Так, давайте запишем. Треугольник SMC подобен треугольнику SKA. А значит, мы можем записать пропорцию для этих треугольников. А именно SM относится к SK точно так же, как SC относится к SA. теперь давайте заметим, что дробь SC деленная на SA у нас встретилась дважды. Это одно и то же выражение, оно равно и отношению SL деленное на SN и отношению SM к SK. Значит, отсюда мы делаем вывод SL относится к SN точно так же, как SM относится к SK ну и равняется это SC деленное на SA. Причем, это отношение, оно не равно единице, поскольку нам в условии сказано, что точка, которую мы взяли на диагонали, не является серединой этой диагонали, то есть, она не делит диагональ пополам. SC отношение SC к SA не равно единице. Вот. Теперь давайте рассмотрим тогда следующие два треугольника. Это треугольник SML. Давайте я те треугольники, которые были выделены, я их уберу и рассмотрим треугольник SML и SKN. SKN. Заметим, что у этих двух треугольников есть пара равных углов. Угол LSM равен углу NSK. Эти углы равны как вертикальные. И, кроме того, SL относится к SN у нас это записано справа от чертежа SL относится к SN точно так же, как SM относится к KS. То есть, у этих двух треугольников есть пара равных углов и пара и две пары пропорциональных сторон. Значит, эти два треугольника подобны. Итак, давайте запишем. Треугольник LMS подобен треугольнику NKS. НКС. Раз эти треугольники подобны, то соответствующие углы этих треугольников равны. то есть, угол NKS будет равен углу SML. Углу SML. Так, давайте мы отметим те углы, которые оказались равны. Так, чтобы было лучше видно, эти углы. Давайте я уберу некоторые построения. Итак, угол SKN равен углу SML. Видим, что эти два угла являются накрест лежащими при пересечении прямых LM и NK секущей KM. А из этого следует, что эти две прямые LM и KN являются параллельными. Следовательно, прямые LM и KN параллельны. Итак, мы с вами доказали, что в четырехугольнике KLM N две противоположные стороны параллельны. но чтобы показать, что это является именно трапецией, а не параллелограммом, нам надо показать, что LM не равняется KN. Но поскольку треугольники подобные, то отношение LM к NK равняется отношению SL к SN, а мы с вами выше записывали, что это отношение не равно единице. отсюда следует, что LM не равно NK. То есть если в четырехугольнике две противоположные стороны параллельны и не равны, значит этот четырехугольник является трапецией. Итак, мы показали, что четырехугольник KLM трапеция. что и требовалось доказать. К сожалению, наше занятие подошло к концу и мы уже на вторую часть задания не успеем ответить. Поэтому если у вас какие-то вопросы остались по решению задач, можете их задать. Если же вопросов нет, то на этом мы на сегодня закончим. Следующее занятие состоится завтра в 17.30 по Москве. Тема занятия будет задачи с экономическим содержанием. Это задачи про кредиты, задачи типа C5. По поводу записи предыдущих заданий. Дело в том, что обработкой записей занимаюсь не я, их обрабатывают другие люди. Поскольку очень много материала, то их не успевают обрабатывать. Но как только они будут доступны на YouTube, я вам сообщу об этом. Следующее занятие завтра в 17.30 по Москве. Так, если хотите, чтобы мы дорешали, мы можем завтра дорешать в начале занятия, уделить минут 10, если будет желание. задания из досрочного ЕГЭ в принципе можно разобрать, но просто у меня их сейчас пока в наличии нет. Если они есть у вас, пожалуйста, присылайте, можем уделить немножко времени разбору этих задач. Если вопросов нет, спасибо за внимание, всего доброго. Редактор Продолжение следует...